Всем привет! Меня зовут Николай, но ко мне можно просто Коля. Я думаю, что небольшая разница в возрасте нам это позволяет так неформально с вами пообщаться. Я на самом деле подготовил много странных графиков сначала, но я, наверное, часть из них буду пропускать, а на части из них буду останавливаться и вас спрашивать ваше мнение. Но сначала представлюсь. Меня зовут Николай Кочетков, я представляю компанию HeadCounter. Это ведущая компания в стране, которая позволяет соискателям найти работу в компаниях, в компаниях мечты, в том числе в технократии, в которой вы вчера были. Мы с ними работаем тесно, поэтому если хочется найти работу, это нужно проходить на HeadHunter, в том числе и подработку. Про это я расскажу. Я довольно много занимаюсь мероприятиями, я организовал крупные мероприятия, чемпионаты мира по футболу, олимпийские игры и прочее, поэтому про подготовку мероприятий знаю многое. Но и в компании HeadHunter я тоже занимаюсь мероприятиями, я отвечаю за его направление по Волжи практически во всем. Но про HeadHunter немножко. Мы номер один в России, как я уже сказал, по поиску работы. Так, меня предупреждали, что ходить надо поменьше. Мы номер один в России по поиску работы и номер три в мире по поиску работы. То есть крупнее нас в стране никого нет, в мире есть еще две компании. У нас куча резюме, куча компаний размещают свои вакансии. Почти полтора миллиона сейчас компаний, поэтому если вы хотите устроиться в какую-то компанию, в том числе на подработку на лето, например, то это нужно проходить на HeadHunter. Как это делать, как искать, я расскажу чуть попозже. У нас есть раздел, который… Вот тут момент, где можно достать телефон и сфотографировать. хх.ру, хх.ру slash students. Вы можете туда перейти и там найти подработку среди более чем 358 тысяч вакансий, в том числе в Казани, в том числе удаленно по стране. Я знаю, что вы как раз увлекаетесь IT, да? Так ли это? Вы будущие айтишники? А кто уже пишет код? Так, а на чем пишете? Так, C++. Кто еще на чем? Python, класс. Еще что-нибудь? Ну, Pascal, ладно. На JavaScript никто не пишет? Класс. Но все эти языки есть на HeadHunter в том плане, что если вы хотите писать для кого-то на таких языках, то эту работу можно найти, потому что у нас есть много таких примеров, когда школьники находили работу в больших компаниях. Например, знаете, была такая игра, VK, Clever называлась. А может быть, она и сейчас есть, не знаю. Не слышали про такое? А? Это что-то наподобие логической… Не что-то наподобие, это логическая игра, такая а-ля что, где, когда, только на скорость нужно было отвечать, получать монетки за это. Буквально пару лет назад, наверное, она была в очень таком большом тренде в VK. Ее написал 16-летний парнишка, который пришел в VK и сказал, вот я такое придумал, я ее написал, вот уже можно внедрять. И они ее допилили до конца вместе с ним и ее запустили. Поэтому все возможно в крупных компаниях. Много молодых специалистов, которые могут писать хорошо, особенно уважают подростков, которые участвуют в олимпиадах и выигрывают всякие конкурсы по программированию. Настоятельно советую в таких конкурсах участвовать, потому что работодатели ваше будущее, они будут на это обращать внимание. Что в школе, что в университете, если вы будете заканчивать такие олимпиады, то все пути двери открыты. Потому что, опять же, многие стартапы, с которыми мы общаемся, мы ездили вот относительно недавно в IT-лице и тоже на эту тему общались. Многие стартапы небольшие, как раз-таки образуются на таких олимпиадах, когда вы выигрываете, например, либо в призовые места занимаете на олимпиадах, там уже внутри этого комьюнити образуются небольшие команды, которые делают свои стартапы, либо хантят, забирают себе молодые дарования и работают с ними уже в больших компаниях либо в больших стартапах. Поэтому настоятельно рекомендую. Ну и вот первая часть про кучу скучных графиков. Где сейчас подросткам можно работать? На что обращают внимание работодатели? 10 про сфер, где размещено больше всего вакансий для подростков. Вот эти сферы, в этих сферах точно можно быстро найти подработку на лето, например, либо, не знаю, вечером после школы. Начало карьеры студента и сюда обычно входит, например, развешиваясь объявления. Сюда же курьеров можно тоже включить. Либо в сервисы, маркетплейсы раскладывать по полочкам, что-то такое не особо трудозатратное, но при этом хорошо оплачиваемое. Административный персонал, продажи даже. Есть вот в продажах, например, вам, школьникам, было бы интересно, потому что есть много знакомых у меня, которые работают в школах подготовки к ЕГЭ. И вот как раз-таки в школах подготовки к ЕГЭ в продажах зачастую работают либо старшеклассники, либо первые курсы университетов, потому что продавать нужно школьникам и общаетесь вы на одном языке вместе со школьниками. Маркетинг, реклама, пиар – то же самое про курьеров в том числе. Рабочий персонал, транспорт, логистика. Транспорт, логистика, например, сюда можно включить, опять же, и курьеров, сюда можно включить и все, что связано с автомобильным бизнесом, все, что связано с обеспечением автомобилей. Я, например, на автомойке работал в школе, вот как раз-таки отчасти можно тоже сюда отнести. Информационные технологии. Вот то, что вас больше всего интересует, 4,3% от всех вакансий на HeadHunter позволяют подросткам работать в этой сфере. Как искать, опять же, попозже расскажу. Этот график пропущу. Слишком много я графиков сюда включил. Регионы, где размещено больше всего вакансий, где искать работу? Если вы ищете работу, не обязательно ограничиваться Казанью, потому что можно вбить работу в Казани или там программист в Казани, но программисты, айтишники и все, что связано с интернетом, уже можно смотреть и в других регионах, не обязательно в Казани. Поэтому вот здесь вот вы можете посмотреть, где больше всего вакансий размещено. Москва, Питер, Московская область, Краснодарский край, кто еще нормально, Нижегородская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Самарская область. Вот эти регионы тоже смело охватывайте и смотрите там. И что предлагают работодатели чаще всего школьникам? Это, если говорить про вакансии для подростков, полный день, на лето, например, 31% вакансий, но чаще всего компании предлагают гибкий график, либо сменный график, удаленную работу, то есть это можно совмещать с учебой в школе, можно совмещать с репетиторством и в целом комфортно существовать. Если говорить про вакансии по типу занятости еще дополнительно, полная занятость чуть меньше половины и в большей степени это вот частичная занятость, о чем я уже тоже говорил. Топ-10 вакансий. Кого чаще всего ищут работодатели? Какую работу работодатели вам предлагают? Промотор, курьер, курьер доставки к партнеру сервиса Яндекс.Еда, оператор колл-центра в том числе, продавец-консультант, курьер в Яндекс.Еде, склещики объявлений, менеджеры по продажам, мерчендайзеры, промотор, консультант. Вот чаще всего это курьеры, как вы здесь видите, но это не значит, что в других сферах меньше вакансий. Это просто те позиции, которые чаще всего предлагают работу для подростков. И вот как раз опять же на лето, во время каникул, прекрасно, мне кажется, возможность утром походить, вечером походить, а днем позаниматься своими делами. Про навыки. Что важно? Вот здесь вот я буду немножко останавливаться, остановлюсь чуть побольше здесь. Вообще работодатели сейчас довольно требовательные к соискателям, требовательные к тем людям, которые работают в компании, и не менее требовательные к молодым специалистам, коим вы относитесь, то есть к школьникам и студентам. Что требует работодатель чаще всего? Это грамотную речь. Вот вы видели, там были менеджеры по продажам и оператор колл-центра, и грамотная речь для работодателя в данном случае очень важна, да даже если вы идете в IT, грамотная речь тоже важна. Почему? Привожу пример на примере джуниор-разработчика, например. Вы пришли джуниор-разработчиком, и вы хотите продвинуться по карьере. Вы доросли до медла, доросли до сеньора, а потом хотите вдруг стать тем лидом. Вот вы вдруг очень крутые, одаренные, и там за 2-3 года прошли все эти стадии, и хотите стать тем лидом. И тем лидом можно стать не только из-за того, что у вас очень крутые навыки, и вы суперпрофессионал в своем деле, из-за этого можно стать тем лидом. Но в меньшей степени, если у вас нет мягких навыков, так называемых, вот к коим грамотная речь относится, то есть это навыки, которые приобретаются, и которые не относятся напрямую к вашей работе, то довольно сложно будет продвигаться по карьерной лестнице. То есть тем лид в данном случае должен иметь грамотную речь, он должен собирать вокруг себя команду, он должен быть командным игроком, он должен правильно отвечать на вопросы, правильно ставить технические задания и прочее, и прочее. То есть если эти навыки у вас есть, то вы в плюсе, и у вас больше карт-бланш для того, чтобы продвинуться по карьере, либо получить хорошую работу. Пользователь ПК, но я думаю, что вы все хорошие пользователи ПК, если вы уже кодите, тут вопросов к вам нет. Но вопросов много всегда у работодателей к этому пункту, потому что не все, даже в возрасте до 30 лет, мне вот 29 лет, а в возрасте до 30 лет, не все умеют пользоваться нормальным компьютером, Zoom запустить, Google документы открыть, либо еще что-то сделать, либо в телеге переправить сообщения, либо чатик создать. Не все это умеют, хотя для нас с вами, наверное, это такие уже базовые навыки, которые априори идут. Но это требование до сих пор есть. Работа в команде, о чем я тоже говорил. Если вы не умеете работать в команде, если ваша работа подразумевает под собой коммуникацию с другими, то будет плохо. А написание кода так или иначе подразумевает под собой общение в команде, потому что вы работаете в микрокомандах, у вас есть там Team Lead, который вами руководит. Вы идете спринтами, вы подводите итоги спринтов. И это, соответственно, работа в команде. Если вы не командный игрок, то с вами попрощаются. Активные продажи. Это вот уже не к IT, но хотя отчасти и к IT, в том числе, если вдруг вас зовут на переговоры. Умение работать в команде. Про это я уже говорил. Деловое общение. Тоже отчасти это относится к грамотной речи, но деловое общение это про то, как вы говорите, что вы говорите, а уже не как говорите. Про то, как говорите, это вот здесь, а про то, что говорите, это вот здесь. Это отсутствие слов-паразитов, это возможность правильно конструировать свои фразы, слова и строить диалог довольно так витиевато. Очень много про продажи, поэтому можете тренироваться на своих родителях, например, продавая им, не знаю, какую-то свою услугу, либо продавая им какую-то идею, что вот на этих выходных надо поехать в Самару, а не сидеть дома. Вот если вы продадите эту идею, то вы хороший продавец. Поиск и привлечение клиентов — это тоже хороший навык, и он на самом деле ко всем возрастам относится, к IT в том числе. Если вы, например, хотите небольшой своей командой сделать стартап, очень много стартапов в IT, в целом в диджитале создается молодыми школьниками и студентами. Если вы создали этот стартап, вам нужно сделать первые продажи, чтобы потом получить инвестиции под свой стартап, либо получить, например, место на работе в другой компании. Поэтому нужно уметь продавать свой продукт и привлекать клиентов. Где искать работу? Я уже вам сказал про hh.ru slash students. Советую туда идти. Через центры занятости можно, но это сложнее. Лучше идти на hh.ru. На других джобсайтах, в специальных группах можно искать работу, но в группах, там, в Телеграме, ВК и прочих, нужно быть очень сильно осторожными. Почему? Потому что если на HeadHunter, к примеру, мы все фильтруем и отсеиваем всех мошенников, стараемся это делать по максимуму, 99,9% мы отсеиваем, то в группах можно найти мошенников, можно натолкнуться на этих мошенников, особенно они любят как раз-таки молодых людей, которым можно лапшу на уши повесить, можно присесть на уши, так сказать, и наобещать стриккорбы, сказать, что вот вам все прекрасно будет, но для этого нужно какие-то дела перед этим сделать, возможно, не особо легальные. Поэтому будьте аккуратны, если вы ищете подработку или работу где-то в интернете, не на HeadHunter, если это вот группы какие-то профильные, то прям очень будьте аккуратны и смотрите за тем, что они предлагают и как предлагают. И не предлагают ли, например, устроиться на работу за деньги. Бывает и такое, когда работодатель в кавычках говорит, вот заплати мне 500 рублей сейчас за доступ к нашей системе и мы тебя возьмем на работу. Это сразу мошенник. Если работодатель, опять же, в кавычках просит денег за что-то, то это точно мошенник, не нужно ему доверять, нельзя перечислять этим людям деньги. А таких много на самом деле вот в группах, опять же, Telegram, ВК и прочих соцсетях. Поэтому все, что за деньги, это сразу прочь. Если нет опыта, у вас, я так понимаю, скорее всего нет опыта в работе, да? Или кто-нибудь уже работал, искал подработку? Где вы искали? Где работали? Скажите, вот кто поднял руку? Где подработали? Я был на столу и еще люди стоят. Так, искал. А работал? Так, а кто искал и работал при этом? Так, ты где? Сейчас где? Класс, класс. А кто-то еще? Один человек у нас рабочий только. Ну, молодец. Вот тот, кто уже поработал, он может в резюме указать, где он работал. Если вы не работали, то вы можете указать… Там есть галочка на HeadCountry, когда вы создаете резюме, нет опыта. Вы отмечаете галочку нет опыта и просто о себе информацию пишете. Если же у вас есть хоть какой-то опыт, например, вы пишете код и создавали какой-нибудь проект в школе, например, вы можете этот проект как работу указать. Например, вы, не знаю, сверстали с помощью кода, с помощью HTML-кода сайт какой-то и приложите этот сайт, показать, что вы это умеете в виде порфолио ссылки, например. Если вы на C++ написали какое-то приложение, то тоже как опыт это можно показать. То есть, как опыт в вашем случае не обязательно указывать работу, на которой вы работали, а в вашем случае не работали. Как опыт здесь можно указать то, что вы делали в свободное время либо в рамках учебы проект, который вы создавали. Мобильное приложение, сайт, телеграм-бота, не знаю, в WhatsApp-бота создали, либо в ВКонтакте-бота, неважно. Все, что вы это создаете, все это можно указывать как опыт. И вот важно. Сейчас действительно те моменты, которые нужно запомнить и на которые нужно обратить внимание. Это про закон и про соблюдение трудовых договоров, которые с вами заключает работодатель. Здесь очень нужно быть аккуратным, потому что, опять же, мошенников много и они очень недобросовестные. Это, знаете, из разряда службы безопасности такого-то банка, который пытается кредит повесить на кого-нибудь. Если вам звонили, вы наверняка знаете. Вот то же самое и с работодателями серых сайтов, серых групп, которые пытаются в большей степени какую-то выгоду для себя получить, нежели для вас. И что здесь? С 14 до 16 лет заключается трудовой договор только с согласия органа опеки или попечительства. Это ваши родители в данном случае. Трудовой договор может быть заключен напрямую с 15-летним, но лишь в отдельных случаях подросток уже получил к этому возрасту общее образование, оставил общеобразовательное учреждение или обучается по вечерней или заочной форме. То есть, в вашем случае с 14 до 16 лет трудовой договор только с согласия родителей заключается. Если же вы закончите школу к этому 15-летнему возрасту, то уже напрямую с вами можно будет заключать договор. С 16 до 18 лет заключается без письменного разрешения родителей. То есть, до 16 только с разрешения родителей трудовой договор заключается и подписывается. с 16 лет вы уже самостоятельно это можете сделать. Какие документы у вас могут запрашивать и что нормально, когда вас работодатель запрашивает. Например, если вот вы в технократию будете устраиваться на работу, технократия хорошая компания, добросовестная компания, чистая компания, они будут по закону устраивать вас наверняка. С 14 до 16 лет у вас попросит паспорт, у вас попросит трудовую книжку и с НИЛС. Это тот момент, когда уже можно будет завести трудовую книжку, но они сейчас есть электронные. Разрешительное письмо от органа опеки и попечительства, в данном случае от ваших родителей. Согласие от одного из родителей в свободной форме. Справка из образовательного учреждения с режимом обучения и расписанием занятий. Это вот тот список документов, которые у вас потребует работодатель, когда вы будете устраиваться на подработку, например, на какую-то частичную занятость, либо на проект какой-то. С 16 лет почти то же самое будет паспорт, трудовая СНИЛС, документы об образовании и прописное свидетельство для юношей, достигших 17-летнего возраста. То есть прописное, это в военкомате вам выдадут его как раз. Продолжительность рабочего времени. На что можно рассчитывать и что выше чего нельзя по закону. С вашего согласия и согласия родителей вы можете найти компромисс и больше работать, но по закону больше не должно быть. С 14 до 16 не более 24 часов в неделю и 4 часа в день. И 5 часов в день для 15-16-летних. При совмещении с учебой 12 часов в неделю и 2,5 часа в день. То есть только вечером, например, либо после учебы на 2,5 часа вы можете идти. А вот с 16 до 18 лет уже побольше, уже почти полноценный рабочий день может быть. Это не больше 35 часов в неделю и 7 часов в день. Так у взрослых свыше 18 лет уже 40-часовая рабочая неделя. Но почти везде переработки все равно есть. Общее правило трудоустройства несовершеннолетних. Что здесь? Как я уже сказал, все, что связано с подростками, все, что связано с детьми, все это очень сильно регламентируется, все очень строго по закону и все проверки это действительно проверяют и работодатели не все готовы нанимать подростка из-за того, что это довольно сложно контролировать и сложно документально все это оформлять. Что здесь? тоже нужно взять на заметку, что работодатель не вправе вам предвидеть испытательный срок. Этого не может быть в вашем случае. Если свыше 18 лет, то может быть, как правило, это 3 месяца. Я, например, когда устраивался в компанию HeadHunter, у меня был испытательный срок 3 месяца. То есть, если в течение 3 месяцев я бы не выполнил какие-то задачи правильно, либо я бы не подружился с коллективом, то я бы из компании ушел, потому что я не прошел испытательный срок. В вашем случае испытательного срока не может быть. Да, конечно. Предлагаемая... Если бы не оплачивалось, я не пошел бы. Предлагаемая работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нравственному развитию. Очень сложная формулировка, но здесь имеется в виду следующее. Вагон разгружать вас заставить не могут. В топку уголь закидывать то же самое. Тяжелые мешки ворочать тоже не имеют права вас заставить. То есть легкий труд, который не подразумевает под собой какое-то тяжелое физическое действие. Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Это тоже нормально и это должно быть бесплатно. Вот здесь тоже на чем могут мошенники вас поймать. Вопрос? Нет. На чем мошенники могут поймать и чаще всего ловят. говорят следующее. Вот пойди в клинику такую-то, там нужно будет заплатить 500 рублей за медосмотр, потом мы тебе их вернем, эти 500 рублей. Это все ерунда, не ведитесь на это. Это скорее всего обман, скорее всего эта клиника как-то замешана с этими мошенниками и скорее всего работодатель, в кавычках работодатель, опять же, после этого вам скажет, ну, сори, вы нам не подошли, но молодцы, что медосмотр прошли, мы вам эти деньги не вернем, потому что вы не в нашей компании, вы не работаете в нашей компании, вы эти 500 рублей уже отдадите. Ладно, еще если 500 рублей, сумма-то относительно небольшая, а суммы могут быть и больше, поэтому если предлагают за что-то заплатить, запомните раз и навсегда, нельзя. Также нельзя привлекать подростков к работе сверхурочной, выходные, праздничные дни, в ночное время, также запрещено направлять их в служебные командировки, исключение составляют работники творческих специальностей. По творческими специальностями кто подразумевается? Артисты, певцы, артисты цирка, театра, все, что связано с выступлением, например, на сцене, с какими-то конкурсами, спортсмены те же самые, тоже ок в неурочное время и в командировке. Вас же в командировки не могут направлять. Да. А вот суббота является... А задай, пожалуйста, микрофон. Суббота является, как бы, рабочим выходным днем. Сверхурочные, выходные дни, да. Суббота, воскресенье, выходной день. То есть, в нашем случае сейчас суббота, воскресенье и понедельник будет выходной день, потому что понедельник тоже праздник. Вот. Поэтому три дня, соответственно, работать не имеют права. Но тут опять же зависит от функционала вашего и от вашего согласия, как вы с родителями подписали, какой договор там можно найти лазейки, но нежелательно. Можно задать вопрос? Да. А вот насчет некоторых курьерских контор, типа Яндекс.Еды либо же Дири Клаб, там же иногда требуется взнос на портфель. Ну, вот этот мешок сзади. Вот тут не скажу. Честно признаюсь, я не изучал эту тему про взносы. Там не взнос, то есть, ты покупаешь этот мешок и потом уже только работаешь после этого. Так что иногда, если просят ничего на деньги, то это не всегда возможно, мошенничество. Только если после заключения вот этого трудового договора официального, только после этого можно какие-то взносы делать. То есть, до подписания документов вообще ничего нельзя делать и не вносить никаких денег. Нормально у таксистов еще, я знаю, есть вот эти взносы, когда они покупают смены, но у них тоже, соответственно, заключен договор с таксопарком либо напрямую с Яндексом, если они работают от Яндекса. То есть, соответственно, сначала подписали договор, а потом уже какие-то взносы вносить. Ну, я, честно говоря, не слышал про покупку портфелей. Для меня это новость. Я узнаю. Давайте я узнаю и через Лейлу, наверное, сообщу, я спрошу у коллег, что и как. Можно? Да. У YouTube-канала «Все работы хороши» есть как раз на эту тему, на Яндекс курьера видео отдельное, так что, если что, можете там нормально посмотреть. Спасибо. Какие еще правила трудоустройства есть? Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно, то есть, все, что вы заработали, это ваше по праву. Будь то вам 14, будь 15, либо старше, это ваше, вы заработали. Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Если у вас прям полноценный трудовой договор, то у вас 31 календарный день оплачиваемый должен быть как отпуск. Условия труда должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Что это значит? В помещении должно быть чисто, в помещении должно быть комфортно и удобно. Стул должен быть, если вы за столом и стулом сидите, на стуле и за столом, то они должны быть целы, они не должны быть сломаны, все должно быть исправно. По комнате не должны бегать крысы с тараканами, в помещении должно быть много света, в помещении должно быть проветриваемое. Тогда все хорошо. Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работникам по собственной инициативе допустимо только согласие Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. То есть работодатель просто так уволить вас не может, если нет каких-то жестких прям нарушений. Они в любом случае должны будут комиссию определенную привлечь для вашего увольнения, потому что с обычными работниками то же самое по сути. Меня просто так уволить тоже не имеют права из-за того, что, не знаю, начальнику я не нравлюсь. Вот он мне говорит, Коль, не нравишься ты мне, увольняю тебя, не имеет права никакого. Я могу подать в суд и суд я выиграю, потому что нет веской причины для моего увольнения. Если же я нарушаю трудовой договор, то меня могут уволить. В вашем случае, если вы нарушаете трудовой договор, все равно должна быть привлечена комиссия. Также нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Что это значит? Если вам дают компьютер в работу, то вы не должны быть ответственны материально в полной степени за этот компьютер. Вы ответственны, если вы по вашей вине он сломается, вы его уронили, разбили, либо еще что-то, это да. Но материально вы за него не отвечаете, пока вам нет 18 лет. Из моей практики было, когда на мне висело 25 миллионов рублей техники. Было очень стрессово. Поэтому на несовершеннолетних не вешают все это. Я очень радовался, когда с меня все это списали. Очень сильно. На Олимпийских играх? Там были специальные магнитные считыватели, которые считывали бейджи на вход. И один такой считыватель стоил пару миллионов рублей, а их было несколько у меня. Ну и плюс куча раций. Поэтому 25 миллионов рублей. Но это еще небольшая сумма. Какие договоры с вами могут заключать? Гражданско-правовой договор. Он подразумевает разовые проекты ограниченной продолжительности. То есть если, например, вас нанимают под разработку телеграм-бота. Телеграм-бот вот как раз на питоне чаще всего пишется. И там надо серию телеграм-ботов написать, и с вами заключат такой договор, чтобы вы это все исполнили. Он, его нельзя заключать до 14 лет. С 14 до 17 лет можно лишь при письменном согласии одного из родителей или иных ответственных лиц. и заключать ГПД от своего имени без согласия взрослых несовершеннолетний может лишь в случае признания его полностью дееспособным. То есть должна быть бумажка, по которой написано, что вы полностью дееспособны и вы имеете право подписывать за себя все документы, в том числе гражданко-правовые документы. Это все делается через комиссии, через суды. Очень сложная схема, вряд ли вы ее примените. Какие навыки необходимы будут через 10 лет и на что нужно обратить внимание? IT, конечно, хорошо. Все мы любим IT. На IT у нас сейчас очень большой уклон делается. У нас, например, в компании есть отдельный специалист, который работает с компаниями, IT-компаниями, с IT-шниками. Мы очень плотно работаем и с Анополисом, например, мы так активно сотрудничаем. И в августе, в сентябре мы будем делать много мероприятий интересных для вас в том числе. Есть такое мероприятие Junior Hiring Day, по-моему, оно верно называется. Это вот как раз мероприятие, на котором вы, как молодые специалисты, можете найти подработку, либо полноценную работу в стартапе, либо в большой компании. Это мероприятие приурочено к тому, чтобы найти себе в компанию Junior разработчиков, молодых специалистов. Поэтому имейте в виду. Какие навыки нужны будут? Умение критически мыслить. Это про то, чтобы отсеивать зерна от плевел, находить, не быть тем человеком, которому сложно навязать собственное мнение в том числе. Работа в команде все более сейчас актуальна, и через 10 лет не потеряет актуальность. Через 10 лет у нас, к сожалению, не будет суперинформационного окружения, не будет летающих машин и прочего, как в фантастических фильмах, к сожалению, тогда может быть работа в командах немножко на второй план уйдет, но пока работа в командах это действительно важный навык, особенно при разработке чего-либо. Адаптивность, работа в условиях неопределенности. Вот это тот навык, который сейчас мы с вами должны очень сильно прокачать, потому что вы чуть в меньшей степени с этим столкнулись, но наверняка столкнетесь в будущем. Мы сейчас с этим сталкиваемся, когда идет много кризисов. В 14-м году у нас был кризис, 14-й, 15-й год. У нас был кризис 20-го года, это пандемия. 22-й год, что сейчас происходит, специальная операция, 24-й февраля, это дата, которую все, наверное, надолго запомнят. Это все подталкивает к тому, чтобы быстро адаптироваться к событию, быстро адаптироваться к тому, что происходит. Если вы это умеете, быстро подстраиваться под ситуацию, то вы будете действительно в выигрыше, потому что, опять же, например, например, айтишников. Те айтишники, те айти-компании, которые сумели быстро подстроиться, они впахивали круглые сутки буквально и переписывали все коды, писали новые коды, чтобы новые фичи какие-то себе внедрить. И они благодаря этому выплыли, они сейчас живут и очень хорошо живут. А те компании, которые не смогли быстро адаптироваться, они, к сожалению, либо закрылись, либо сейчас находятся в бедственном положении, потому что они довольно долгое время не могли понять, что происходит и не могли адаптироваться по ту ситуацию, которая происходит в мире. Поэтому этот навык действительно будет очень актуален, он актуален уже сейчас. Самостоятельное принятие решения тоже тот навык, который необходим. Работодатели не любят, когда за ними ходят их подчиненные и спрашивают, а вот это правильно сделали, а вот посмотрите, а вот здесь надо согласовать это, а вот здесь нужно согласовать это. Работодатели очень любят инициативных людей, которые любят, которые умеют принимать решения самостоятельно и показывать результат уже на практике. Если вы к работодателю придете с тремя решениями и скажете, что Василий Андреевич, вот есть три решения, я выбрал вот это, потому что оно самое привлекательное, но вот есть еще второе, третье, я настаиваю на первом, но если вы пожелаете, можем второе, третье применить, но вот первое будет лучше. Если вы еще расскажете, почему это решение вы выбрали самостоятельно, то это тоже большой-большой плюс. Обработка и анализ больших данных. Тот навык, который применим и к IT и не к IT, в том числе к людям, которые работают с таблицами, например, в обработку и анализ больших данных здесь мы в HeadHunter, например, действительно ищем много аналитиков, много людей, которые умеют работать с бигдатой, поэтому если вы в этом направлении будете работать, то ищите работу и на ххру, в ххру. Вот, поэтому обратите внимание на это тоже. Зайдите на нашу страничку на HeadHunter и посмотрите, что есть у нас, какие требования есть к разработчикам у нас. Восприятие критики и обратная связь это вот про то, как вы воспринимаете то, что вам говорят. Не в штыки воспринять критику, которая действительно обоснованная, а сказать спасибо большое за мнение, я тебя понял, я постараюсь это исправить, либо вы обосновываете то, что вы сделаете, а не так, что вы с кулаками лезете на этого человека и говорите ах ты гаденыш, ты меня сейчас раскритиковал, на самом деле ты ничего не знаешь, а я все знаю. Нужно наоборот с критикой уметь работать, с адекватной критикой, конечно же. Организация своей деятельности здесь про умение заставить себя работать в том числе, приступить к какой-то работе и спланировать эту работу, потому что написать код сейчас вы можете писать код долго, потому что вы, например, неограниченные в какие-то сроки, а вот будучи работой уже в какой-то компании, вы будете ограниченные в конкретные сроки. Чтобы в эти сроки уложиться, вам нужно сорганизовать свою работу таким образом, чтобы успеть к нужному дедлайну. В Кодхантере у нас так, например, есть, например, 1 июля, к которому нужно выкатить какой-то функционал, и, соответственно, 1 июля вы должны код это написать. В Microsoft, я помню, там тоже ребята работают все на удаленке, над ними начальники не стоят, их не контролируют, у них есть определенные сроки, определенные сплиты, в рамках которых они работают, в рамках которых они организуют свою деятельность. Инициативность очень любят работодателей это умение предложить какие-то идеи и мысли, которые будут во благо, предложить какой-то новый функционал, предложить какой-то новый продукт, который может вырасти во что-то большое. У нас в Фидкантере, например, эти инициативы всегда поощряются, у нас есть сервис, который называется «Как дела?». Это сервис для работодателей, которые хотят запускать опросы с искателем, то есть вам приходит ссылка, вы ее открываете, отвечаете на вопросы, заполняете анкету в этом сервисе. И этот сервис зародился у нас непосредственно в Фидкантере благодаря одному из продуктов, который пришел и сказал «Вот, я придумал такую штуку, я ее посчитал, она будет выгодна, ее можно монетизировать, можно получать деньги с нее. Инициатива классная? Классная. Реализовать можно? Можно. Можно ли своими силами? Конечно. это про умение работать в команде в том числе, это умение считать эмоции другого человека и умение эти эмоции использовать во благо, а не во зло, конечно же. То есть, если вы умеете вовремя понять, что ваш коллега, ваш партнер по команде раздражен, например, либо сердится, либо в плохом настроении, а вы не умеете считать это и пытаетесь на него как-то надавить, это во благо не сыграет. Здесь пример. Кто смотрел теорию большого взрыва? Есть такие? Пару человек буквально, да? В теории большого взрыва есть главный герой Шелдон Купер, который супергениальный физик. Он прям физик от Бога, он получил Нобелевскую премию, спойлер, если вдруг вы будете смотреть. Но он не умеет в общении с людьми. Он умеет в науку, физику, но с людьми не умеет общаться. Ему даже делали табличку сарказм, чтобы он научился этот сарказм считывать, когда с ним шутили, например. Если вы умеете эмоции считывать, умеете различать сарказм, в том числе иронию и прочее, то хорошо, в команде будет хорошо работать. Про резюме очень коротко. У резюме очень простая цель. Это в сжатой форме рассказать о вас как профессионале, либо о вас как о молодом специалисте, который хочет работать в компании. И задача резюме это выйти на собеседование и трудоустроиться. Целевая аудитория какая? Для кого вы пишете? Это для HR менеджеров, для рекрутеров чаще всего, которые в больших компаниях. Это специальные люди, которые ищут людей подходящих. Это начальники и собственники бизнеса, если это стартап, например, небольшой. У меня тоже есть небольшой стартап, но я пока не ищу людей, и я как собственный буду искать людей и собеседовать. У меня нет HR, например. Персональная информация, как правильно, как неправильно. Тут очень много ошибок, на которые мы обращаем внимание. Неправильно указывать имя и фамилию, как здесь, например, представлена Петрова Кристиночка, к.антон. Какой Антон, какая фамилия? Непонятно. Правильно целком указать свое имя и фамилия. Кочетков Николай Сергеевич, вот я, Иванов Иван Иванович, Сидоров Сидор Сидорович и так далее. То есть целиком полностью все это указать. С почтами то же самое. Вот эти неправильные почты, это реальные почты, которые указывали. Да, вопрос. У меня такой вопрос. Просто вы сказали то, что вот, например, Кристиночка Петрова не подходит, но у некоторых компаний есть определенные истории, определенные мотивы и надо себя как-то выделить и возможно именно Петрову Кристиночку позовут, вызовут. Бывают такие компании, я просто в них уже успел поучаствовать, посмотреть, у них действительно интересно это получается и им нужна творческая жилка. Из-за этого они не всегда любят жесткий стиль. Здесь смотрите, здесь момент такой. Вы же создаете резюме и откликаетесь этим резюме в несколько компаний и вы не знаете какой там стиль внутрикорпоративной коммуникации и здесь важно понимать, что рекрутеры чаще всего они немножко отходят от внутрикорпоративной коммуникации, потому что, например, у нас внутри компании мы все общаемся на «ты», мы можем прийти генеральному директору компании и сказать, назвать его Мишей, хотя он Михаил Жуков, уважаемый человек, управляет гигантской компанией, мы его называем Мишей. Внутри компании так можно. А вот когда вы еще так еще не совсем позволительные. Рекрутеры, HR-менеджеры, они это отсеивают, они, наоборот, убирают те резюме, которые выбиваются из общего потока, и эту креативность, которую вы хотите показать, ее можно показать по-другому. Ее можно показать через проект, ее можно показать через тут профили работы, который у вас был, через те идеи, которые у вас есть, и через сопроводительное письмо, про которое я тоже скажу. Поэтому здесь лучше не креативить все, что связано с именем, фамилией, фотографией, лучше не креативить. Вот на фотографиях, у меня тут нет слайда про фотографию, но я его озвучу. На фотографиях не должно быть такого, что вы пошли на рок-фестивале, сфоткались на фоне сцены, вот такие вот, и показали язык, и сфотографировались, и к резюме прикрепили. Нет. Очень скучно все должно быть в данном случае. Встали на нейтральном фоне, например, на синим, попросили друга сфотографировать, вот пассив, вот как в паспорт сфотографировались, вставили в резюме. Нормально. Очки можно, если у вас это обусловлено медицинскими показателями. Вот молодые люди сидят в очках, у вас зрение не очень хорошее, да, у меня тоже плохое зрение, я не всех вижу, я тоже могу в очках, в принципе, сняться, сфотографироваться. В солнцезащитных очках нет, шляпы, кепки нет, ничего такого. С подружкой с другом стать тоже такое встречается, тоже нет. Петрова Кристиночка вот приходит, и на фотографии она с подружкой. Кто из них Петрова Кристиночка? Вот кто скажет? Непонятно. Поэтому все должно быть очень строго, как в паспорте. То же самое с имейлами. Имейл тоже аккуратно подбирайте. Он должен быть нейтральный. В идеале имя, фамилия, собака и домен какой-то. Если это невозможно, то можно что-то более-менее нейтральное сделать, но не так, как здесь, например. sexylady собака yandex.ru Ну, такое себе. Если нет опыта, здесь, повторюсь, быстренько отметить галочку, что у вас нет опыта, указать все проекты, курсовые, дипломные работы, если вы в университете, в вашем случае какие-то проекты в рамках школы либо вне школы, которые вы делаете. Волонтерская деятельность, если вы волонтерите на каких-то спортивных проектах, например, на IT-конференциях либо еще где-то. Организаторская деятельность, если вы лагерь, например, делаете в школе, тоже можно как опыт указать. Стажировки, практики и прочее. То есть вы, вот сейчас летом, прекрасная пора, чтобы постажироваться. Постажировались в течение лета бесплатно, либо платно. Указали это в своем резюме. Вот про креатив. Частичный креатив. Когда вы откликаетесь на какую-то вакансию, там можно написать сопроводительное письмо. Не всегда, но обязательно. Если оно не обязательно, его все равно лучше написать. Вам, по крайней мере, точно сейчас можно его писать, чтобы в нем указать, почему вас должны взять на работу, почему вас должны рассмотреть сейчас на ту вакансию, которая есть. И вот в ней вы должны прям включить, тут, наоборот, отключить стеснение нужно и показать всю свою крутость, почему вас должны взять. Вы классно пишите на C++, вы замечаете баг, как только перед вами экран поставят, и вы сразу видите, что вот пятая строчка сверху, там что-то затесалось не то. Все вот эти вот плюсы вы здесь можете указать, что вы суперорганизованные, у вас много свободного времени, вы читаете дополнительную профессиональную литературу, у вас там есть целая полка с профильными изданиями, вы регулярно смотрите на YouTube какие-то курсы Гарварда, например, по разработке, вы недавно написали Telegram-бота, а вот в вакансии как раз-таки есть требование, что вы должны уметь писать Telegram-бота. Вакансия, на самом деле, она должна вам подсказывать, что нужно в сопроводительном письме обо мне писать, потому что в вакансии есть графа требования. Вот берете и прям идете по требованиям. Например, если вакансия подразумевает под собой верстальщика сайтов либо дизайнера на Тильде, например, в требованиях будет написано знание Тильды, знание графических редакторов Photoshop Figma, умение знания HTML, либо еще что-то. И вот прям по нему можете писать в сопроводительном письме. Здравствуйте, меня зовут так-то-так-то. Я хочу к вам устроиться на работу, потому что я знаю, что я вам буду полезен. Я знаю Тильду. Создавал на Тильде уже 100-500 сайтов. Профессионально пишу HTML-код, поэтому, если нужен адаптивный сайт, в котором нужно применить нестандартные решения, то это ко мне, потому что я HTML знаю. И прочее, и прочее. То есть, вот требования можно за основу брать в написании обо мне. Здесь, как пример того, что нормально. Большую часть времени уделяю своему профессиональному развитию, стремлюсь учиться и получать новые знания своими преимуществами, считаю уверенность в себе, полную вовлеченность в работу и проактивность. Здесь не полностью раскрыта вся суть. Опять же, берем требования и прям по требованиям идем, если вы действительно это умеете. Если вы это не умеете, то не пишите, потому что это все равно вскроется довольно быстро. Как неправильно? Прошу вас рассмотреть мою кандидатуру на вакансию стажер направления хх-студенс. Плохо. Мы с коллегами все шутим, что в сопроводительном письме нужно писать «возьмите меня на работу, потому что вам же нужен работник, а я вот ищу работу, возьмите меня». Тоже неправильно. Поэтому нужно тоже грамотно к нему подходить к сопроводительному письму. Добавляйте, пожалуйста. Да, это тоже не работает. Некоторые стихами пишут, некоторые много англицизмов добавляют, миксуют английский, русский. Это тоже не очень хорошо. Знаете, как в меме, в старом меме, когда женщину в Майами, по-моему, русскоговорящую изначально женщину спрашивают про что-то, она говорит, что это мода fashionable, потому что я стрит-арт-художник, и вот так далее. Она вот такими вот фразами оперирует, и это не очень классно. А такие сопроводительные пишут периодически. Домашнее задание, без него никак, мы же школьники все с вами. сделать резюме на HeadHunter, если его у вас еще нет, потому что чем больше вы стажировок накопите, тем больше, чем больше вы простажируете из тех компаний, которые вам интересны, тем легче вам будет в будущем, потому что стажировка в компании, даже неоплачиваемая стажировка в компании, небольшая, она вам поможет, во-первых, узнать, что такое корпоративный мир, насколько вы хотите работать в корпоративном мире, как он устроен, что он из себя представляет, какие люди там работают, какие требования есть у работодателей к вам, как к будущим соискателям, которые хотят большие зарплаты получать, чтобы построить свой вектор развития так, чтобы не тратить время на мелочи, а тратить время на самое важное, что вам необходимо в профессиональном развитии, потому что именно в компаниях как раз-таки можно понять, что сейчас актуально, какие сейчас механизмы и инструменты работают, а что нет, стоит ли изучать Паскаль сейчас или стоит на него забить и уйти в другой язык, например. Сделайте фотографию для резюме также, какую я вам сказал, занесите, заведите и пополните список достижений, это я не озвучил, озвучу сейчас. Можно просто сесть с листком бумаги и написать, почему вы классный и что вы делали крутого, какие достижения вы совершали к своему возрасту. Например, вы, не знаю, почему-то привязался к телеграмм-ботам, запустили телеграмм-бота для образовательного направления какого-то, написали сайт, это ваше достижение. Укажите эти достижения в резюме, тренируйте самопрезентацию на диктофон либо перед родителями, либо перед друзьями, как бы вы презентовали себя работодателю. Две-три минуты буквально. Садитесь перед другом либо перед родителями и представляетесь. Вот он рекрутер, он работодатель в данном случае, вы начинаете. Здравствуйте, меня зовут так-то-так-то, я претендую на такую-то должность, я умею то-то-то, потому что то-то-то. И вот две-три минуты практикуете. Заведите, пополняйте список компаний. Это список компаний, в которые вы хотите работать. Например, вы хотите работать в компании HeadHunter. Компания HeadHunter компания номер один в России в плане рекрутинга. Это довольно большая компания, у нас работает почти тысячи человек, чуть больше тысячи человек. И мы каждый раз, каждый день ищем новых сотрудников, поэтому тоже можно пополнить список компаний, в которых хочется работать. И просто мониторьте их, смотрите, что они из себя представляют, какие у них есть вакансии, какие у них есть требования к кандидатам. И от этого тоже можно строить свой вектор развития в плане того, что сейчас актуально, что не актуально. Проверьте свои аккаунты в социальных сетях. Их смотрят. Их действительно смотрят сейчас. И Инстаграм смотрят, и ВК смотрят, особенно если они у вас указаны. Если они не указаны, рекрутеры могут их найти довольно легко, поэтому не думайте, что вы скроетесь от рекрутеров, рекрутеры зануды сможет найти либо попросит вас прислать ваши соцсети, чтобы посмотреть, что вы из себя представляете. Поэтому если вы ищите подработку либо работу, то лучше либо скрыть свои соцсети, либо если Инстаграм, например, закрыть свой аккаунт, чтобы нельзя было посмотреть ваши фотографии, если там есть что-то компрометирующее вас. Был вопрос, да? Давай. вот это? Вот скажите, вот скажем, вы сказали, что надо указывать свои достижения в резюме. Да. Вот скажем, у меня как таковых достижений нет, но у меня есть куча участий в самых разных мероприятиях. Это можно писать? Да. То есть, участие в олимпиадах, например, но не занимая призовые места, это тоже как бы важно. Да. Всех олимпиадников смотрят, правда. Почему я прямо сделал на этом акцент про олимпиады? Многие компании, стартапы смотрят на людей, которые участвуют в олимпиадах, даже если они не занимают призовые места. почему смотрят на олимпиадников? Потому что если ты попал на олимпиаду, если ты принял в ней участие, значит, ты уже круче 95% твоих сверстников. Потому что чтобы попасть на олимпиаду, нужно определенные достижения выполнить. Поэтому можно указать олимпиаду, в которой принимал участие, название от олимпиады, можно место указать, проект, над которым работал в рамках олимпиады, и язык, например, на котором ты писал. То есть что ты делал на олимпиаде, над каким проектом работал. Поэтому да, как достижение это можно указать все олимпиады, в которых принимаешь участие, все конкурсы, в которых принимаешь участие. Да, как достижение в UTMAP подходит, ну, на данном этапе, по крайней мере. Причем что в школе, что в университете. Например, если вы обратите внимание и откроете топ-IT компаний российских, то там большая часть компаний была основана выпускниками физтеха, выпускниками московского и питерского университетов. и там во многом они как раз таки образовывались после участия в олимпиадах. После того, как они там познакомились на олимпиаде, после того, как они съездили на несколько олимпиад вместе и поняли, что они на одной волне не могут создать что-то свое. Наши компании казанские тоже на это обращают внимание. Например, компания Казань Экспресс, на которую тоже советую обратить внимание. Компания молодая, но при этом она скоро станет компанией единорогом, то есть достигнет миллиардной оценки в долларах. Компанию основали два казанских парня молодых Кевин Ханда и я забыл второго. Я забыл второго. С первым мы общаемся, с вторым мы не общаемся. Они молодые. Кевину около 28 сейчас лет. Он попал в список 30 до 30 Forbes. Он как раз один из тех людей, которые на Олимпиадах довольно много принимают участие. Принимал участие, когда учился и попал в эту команду тоже благодаря части и Олимпиадам. Поэтому на это тоже это точно стоит указывать как достижение. Что еще? Скажу и перейдем наверное к вопросам еще. Мобильное приложение советую скачать. Есть в App Store, есть в Google Play и там можно искать работу. Про работу с 14 лет кстати еще. Если вы будете ее искать, кроме того, что на hhc.ru slash students ее можно искать, можно просто на Headhunter зайти без приписок. И там в вакансиях есть приписка внизу, она обычно доступна кандидатам с 14 лет. То есть соответственно вы можете сразу на нее откликнуться. Если этой приписки нет, все равно попробуйте откликнуться. Наверняка можно попытать свою удачу. Можно меня спрашивать, можно меня спрашивать сейчас. Если у вас есть еще какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу, поэтому задавайте. У меня кстати вопрос был, который я забыл спросить. Вот вы графики как раз показывали насчет того, что полный неполный день рабочий. Иногда бывает так, что при заключении трудового договора они ставят одну, то есть например гибкий график, а в итоге заставляют пахать 20 на 7 допустим и так далее. То есть было это по-моему в KFC, в Макдак и БК. Но если такое наблюдаю, то это нарушение трудового законодательства, что не должно быть. Можно по идее подать в суд, не знаю выиграете или нет, либо просто сказать до свидания. Сказать до свидания самый легкий путь в данном случае. Если в договоре одно, на берегу вы проговаривали одно, а по факту получается другое. Встречается такое, к сожалению. Но здесь зависит не от всей компании, потому что что в KFC, что в Макдональдсе, что в других компаниях, это не значит, что во всей компании. Это во многом может зависеть от конкретного ресторана в данном случае. А какой процент всех вакансий подходят для детей младше 18 лет? А вот сейчас покажу. У меня был такой график. из общего числа прям точный процент я не скажу. Это довольно большой процент. Около 5-6 процентов точно от общего числа, если посмотреть. Это много на самом деле, потому что в миллионах сейчас вакансии исчисляются. если говорить про разбивку по направлениям, то это вот такие вот разбивки. Например, вот начало карьеры студента 25% от общего числа в этой категории это вакансии, которые подходят для людей с 14 лет. Процент большой, правда. больше 350 8000 вакансий сейчас подходят под 14+, а у нас вакансии 841 тысяча. Но сейчас цифра чуть побольше. Здесь будет около 900 тысяч, а здесь цифра больше 400 тысяч по всей стране, соответственно. Так, еще вопрос был, Микрофон, чтобы нас слышали. Хорошо. Вопрос насчет поварского дела су-шефов и шефов. Какая максимальная зарплата может быть, допустим, су-шефа? Если у вас есть эти данные, конечно. Я сейчас не скажу, но я скажу, как ее посмотреть. Если зайти на сайт HeadHunter, зарегистрироваться на нем, соответственно, можно выбрать регион Казань, вбить су-шеф, и там в левой графе будет минимальная и максимальная заработная плата и средняя. То есть там с разбивкой будет. И вот средняя, то, что количество зарплата с наибольшим количеством вакансий, это и будет средняя примерно по городу. То есть, например, минимум 10 тысяч рублей, максимум 100 тысяч рублей, и там еще куча всяких разбивок, и средняя там будет в районе, например, 32-35 тысяч рублей. То есть вот на эту заработную плату можно ориентироваться. Скорее всего, большая часть компаний предлагает такую заработную плату. Но здесь по многому еще зависит от типа занятости, будет зависеть. Поэтому можно галочками все отметить. Частичная занятость, есть опыт, нет опыта, сколько лет опыт, и соответственно тоже посмотреть. Это тоже как лайфхак, сколько просить денег. Ради этого, наверное, вопрос, да? В большей степени. Когда спрашивают, какую зарплату вы хотите, хотя понимаете, когда приходите, 45 тысяч рублей они предлагают, но вопрос такой могут задать. Вот как раз-таки можно перед тем, когда придете в ресторан, посерфить, посмотреть, и сказать я изучил рынок, я понимаю, что сейчас средняя заработная плата в Казани там 45 тысяч рублей, вот я рассчитываю на 45 тысяч рублей, но я хочу расти, и будет здорово, если вы мне распишите план развития, кем я буду через 5 лет, например. Можно ли карьерно расти, в том числе и в деньгах. Про деньги здесь, если на постоянку идете, тоже нужно говорить, уметь говорить, не стесняться говорить про деньги. Спрашивать, например, про то, как часто, есть ли премии, как часто дают эти премии, если система штрафов, прописана ли эта система штрафов в договоре, она должна быть прописана в договоре. Что еще? Как часто пересматриваются заработные платы, индексируются ли заработные платы, что означает индексация, то есть у нас есть инфляция в стране, сейчас продуктов, да, то есть желательно, чтобы зарплата ежегодно повышалась на процент инфляции. Очень мало компании, которые повышают так, но желательно рассматривать такие вакансии. По крайней мере, эта компания будет вашим фаворитом. Надеюсь, ответил. Благодарю. Вот теперь вопрос такого плана. Какая средняя зарплата у людей, у подростков от 14 до 18 лет в Казани? Опять же, по-разному зависит от сферы. Вообще, в среднем по городу сейчас в районе, если мне память не изменяет, 45 тысяч рублей заработная плата у взрослых. У подростков меньше, до 25 до 30 тысяч, но во многом, опять же, это среднее. Тут зависит от направления, потому что подросток может зарабатывать и 100 тысяч, и 150 тысяч, а может и 10 тысяч рублей зарабатывать. Зависит от того, в каком направлении работать. Но можно рассчитывать до 35 до 40 тысяч рублей при полноценной такой занятости, если вам свыше 15-16 лет. Хорошо, спасибо. Спасибо, Николай, за очень интересную такую лекцию. Скажите, я, наверное, спрашиваю сейчас больше, как мама, я понимаю, что в основном есть возможность получить работу, допустим, курьером, да, когда у тебя нет опыта и так далее. Но у многих родителей возникает, или же даже у детей, да, возникает, ну, это такая работа, которая без интеллектуальной какой-то нагрузки, учитывая, что у нас ребята все очень любят учиться и так далее. Вот скажите, какие плюсы есть у такого рода работы? Они однозначно есть. Деньги. А помимо денег, что еще? Помимо денег, это умение научиться работать, наверное, самый такой главный плюс. И понять, что нравится, что не нравится. Потому что по себе скажу, на собственном примере. я работал на автомойке в школе, убирал мусор. Я помню, моя первая работа была это уборка мусора в 14 лет. Мне даже сберкнижку завели тогда для этого дела. Я тогда понял, что тяжелый труд, конечно, хорошо, но я так работать не хочу. Я хочу немного другого. И для того, чтобы понять, чего вы хотите, это как раз прекрасный, прекрасный способ это сделать. Потому что после такой работы, после курьерской работы, курьерской работа непростая, она сложная, действительно. Не так просто, как кажется, ходить просто по городу и разносить еду. Это физически тяжело. Когда вы приходите домой без задних ног, вы понимаете, что ну, кажется, я лучше пойду на физику завтра, которую я хотел прогулять, либо на информатику, потому что хочется немножко знаний побольше, чтобы ЕГЭ получше сдать, в университет получше поступить, на Олимпиаду, на новую какую-то записаться. Это, наверное, вот для родителей обоснование такое. Для детей это и умение найти общий язык с другими людьми, со взрослыми людьми. Потому что во всех компаниях придется работать и общаться со взрослыми людьми, с уже опытными людьми. Поэтому кроме денег это опыт работы, это новые навыки, которые можно применить. Вот мы говорили про навыки. Это навык работы в команде, деловая коммуникация, в целом умение разговаривать. Вот как раз таки на работе это можно, этому можно научиться. в том числе и на курьерской работе, потому что там тоже много общения идет. Не только с клиентами, но на базе, когда вы продукты, например, забираете. Поэтому вот так. Здесь нельзя рассматривать по-другому скажу, наверное. Вся работа хороша, особенно если она оплачивается. в школе я мечтал о том, чтобы у меня было больше денег на карманы расхода, я не из богатой семьи, поэтому шел для того, чтобы и родителям немножко помочь, что не особо вдавалось, потому что заработные платы были небольшие. Но мне на мороженое хватало, хватало на какие-то небольшие хотелки. Это очень приятно, когда вы покупаете за свои деньги что-то в магазине, а не просите это у родителей. Например, когда вы идете на день рождения к другу. намного приятнее пойти на свои. Вот. В любом абсолютном возрасте причем. Вот. Есть ли еще вопросы? Хорошо. Если вопросов нет, хорошо. Если вопросы будут, пишите, на вопросы отвечу. Не стесняйтесь, на почту можно писать в соцсети. лучше не писать, но лучше на почту написать, там я наверняка отвечу. Можете через лейву тоже отправить вопросы, если вас вдруг что-то заинтересует. Ну и проходите на Headhunter, смотрите, вакансии у нас, они у нас есть, довольно интересные в плане разработки в том числе. Обязательно ходите на профильные мероприятия, айтишные, их очень много, и платные, и бесплатные. Много делает Иннополис, много делает IT-парк, прям настоятельно рекомендую, даже если сложно, непонятно, все равно рекомендую просто даже пообщаться с теми людьми, с теми спикерами, которые там приходят. Это правда дорогого стоит, чтобы на практике посмотреть и спросить у них. Например, вы были вчера в Технократии, я знаю у них HR-директора, замечательная девушка, и с их разработчиками, если вы успели пообщаться, это тоже очень классно, чтобы опять же понять, что сейчас актуально, что стоит учить, а что не стоит учить. Мы относительно, когда это делали? Мы делали это в январе, мы ходили с компанией, я сейчас вспомню, как они называются, у меня почему-то из головы, они занимаются разработкой мобильных игр, стендов игра, по-моему, такая есть, Axel Ball, точно, спасибо, это казанская компания, они сидели в Сувар Плаза, я не знаю, они сейчас вернулись или нет, вот мы с ними тоже на эту тему беседовали, мы ездили в IT-лицей с ними, и очень круто, когда напрямую вам работодатель говорит, что вот этот навык сейчас неактуален, а вот то, что мы сейчас вам говорим, это актуально, потому что они работают не только на российский рынок, а на мировой рынок, они работают с крупнейшими заказчиками, с крупнейшими компаниями, например, Nvidia, Nvidia, по-моему, основной заказчик, у них выступает, один из клиентов, по крайней мере, поэтому на передовой они находятся, и с ними нужно общаться как можно больше, чтобы, опять же, понимать, что учить, а что уже неактуально, и на что времени тратить не стоит, потому что время, времени не так много, и его нужно использовать с пользой, я надеюсь, что вы будете использовать свое время действительно с пользой, не будете прогуливать уроки, не как взрослый, который хочет сказать, что учитесь, учение, свет и так далее, хочу вам это сказать, а как человек, который сожалеет немножко об упущенном времени, в том числе о том, что не ходил на уроки физики и информатики в том объеме, который необходимо было бы, я бы сейчас просто поступил бы на какой-нибудь физтех и был бы счастлив, наверняка, но я и сейчас счастлив, но на физтехе мне было бы интересно, потому что сейчас понимаю всю эту актуальность, поэтому не теряйте время, учитесь, правда, для того, чтобы в будущем быть суперкрутым специалистом, и я надеюсь, что когда-нибудь я про вас прочитаю в Forbes 30 до 30, что вы попали в тот список, либо в список самых крутых разработчиков и IT-специалистов, надеюсь, там увидятся, вот, спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok